Они называют себя невыездными. Жители деревни Синий Кинчеры, что в Урмарском районе, уже не первый год жалуются на отсутствие остановочного павильона. Без него водители рейсовых автобусов высаживают пассажиров вдали от населенного пункта. Местным жителям это доставляет массу неудобств. Деревня Синий Кинчеры расположена на окраине района. Отсюда до федеральной трассы М7 рукой подать. Но путь домой для местных жителей растянулся. Если раньше рейсовые автобусы делали остановку прямо у поворота в деревню, то сейчас пассажиров высаживают на километр дальше. Людям приходится ходить по обочине рядом с несущимися на большой скорости машинами. В прошлом году я возвращалась с больницы с маленьким ребенком, с большой сумкой, с чемоданом. Нас высадили на предыдущей остановке. Мне пришлось идти с чемоданом. Чемодан на колесиках. Соответственно, он падает. Очень неудобно. И с ребенком на руках. Не могла я ребенка отпустить. Потому что ребенка было на тот момент 2 года и 8 месяцев. То есть этот ребенок буквально может пройти метров 10-15 и все. То есть я очень сильно мучилась. Мама и другие родственники не могли меня встретить. Других вариантов у людей нет. Добраться до столицы республики возможно только по федеральной трассе. Или же делать большой крюк и пересаживаться на автобусы, которые следуют до районного центра. Останавливаться у Синий Кенчер, как и прежде, водители отказываются на отрез. Говорят, что запрещено. Старый, млад, не может идти. Давно ждем. Иногда долго ждем автобус. Вот у нас и зимой с уже стоим. И они все пролетают мимо нас. Местные жители обращались во многие инстанции. Вот такой ответ пришел из Росавтодора. Они ответили, что у нас Сурмар до Кенчеры, Верхний Кенчер едет автобус. И, мол, как хотите, на нем езжайте дальше. Вот как на нем ехать? В Чебоксары, в Козловку, Цивиск, Цвияж, в любом направлении. Свою проблему жители адресовали и республиканскому ГИБДД. Ведомстве указывают на правила. На федеральной трассе автобусные остановки возможно обустраивать через каждые 3 километра. Поставить павильон у деревни нереально, говорят инспекторы. Здесь между смежными остановками примерно около 2 километров. В связи с этим мы им отказали. Правила дорожного движения не запрещают двигаться при отсутствии тротуара по краю проезжей части. Только единственное, что он должен делать это навстречу основному потоку. Инспекторы отмечают, что решить проблему возможно, запустив прямой автобусный рейс до деревни. Жители намерены этого добиваться. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Арена Гавелян. Республика.